Приветствую, мои дорогие! Приветствую вас! Сегодня поговорим о рожденных в 50-е годы. Как я обещал, я рассказать должен о каждом из этих замечательных годов 5-го десятилетия 20-го века. 50-й год, год Марса, цвет красный, алый, пурпурный, до малинового и терракотового, такие оттенки всевозможные. Год Марса, единственный в 50-х годах, начинал это десятилетие, осадок от войны, последствия войны, душевные раны, физические раны. Люди тяжелые, характер суровый, стойкий, бойцовский, мужественный. Мужской год, безусловно, поэтому особо требовательный такой, скажем так. И люди не меняются эти, они всю жизнь одни и те же. Характер, привычки, повадки, суть, воля, стойкость, упрямство, дерзость, смелость, бесстрашие, отвага, требовательность к себе и другим. Часто попадают эти люди 50-го года в опасные истории. Драматические, трагические ситуации их преследуют от близких, родных, друзей, знакомых. По работе и при контакте с внешним миром там очень сложные ситуации возникали. И эти люди только чудо выжили, кто дожил до наших дней. Очень многих уже нет. По трагическим причинам, обстоятельствам различным. Бытовым, социальным, по трагедиям разным. Выкосили 50-й год эти обстоятельства. Те, кто еще живы, эти люди в обороне глубокой находятся, ограничивают контакты с миром. Избирательные в этих контактах по делу, по результату все. И очень бдительные, сердечно отзывчивые, душа ранимая, пылкая, страстная, сексуальные такие люди, раскрытые в этой теме, прямые в общении, дружбе. И замечательный год, очень мне он нравится, хотя характер, повторяю, непростой. Нравится жизнелюбим своим. Вот чем этот год может нравиться. Хотя я, так сказать, к символике Марса, к этим резким людям не очень хорошо отношусь. Считаю, что надо быть более деликатным, спокойным. А у 50-го года избыток страстей, эмоций, ревность, чистолюбие, самолюбие, обостренное эго, обожженное. Ну, само собой, тяжелые годы, послевоенное, детство непростое. Детей этих всегда оберегали, защищали. Вот, люблю этот год, потому что они того достойны. Труженьки настоящие, смелые люди. Люди отстаивают всегда свои интересы, защищают других людей, способны на эту защиту. За это их можно уважать, безусловно, и они того достойны. Большинство из них овдовеют. И, конечно, пар 50-х годов почти не найдешь уже. Заканчивают они дни свои в одиночестве, но не одинокими. В одиночестве физическом, но не одинокие в общественном и эмоциональном понимании. Контакты у них хорошие. С молодежью контактируют. Вообще они профи. Профи своего дела, какому посвятили свою жизнь. Дотошные, придирчивые в этом плане. 51-й год, 1951-й. Меркурианцы. Деловые, расчетливые, предприимчивые, наблюдательные. Суетные, суетливые, расчетливые, рассудительные. Острый ум, острый язык, резкость, прямота, перепады настроения. Динамичные, молодые, активные. Чуткие, внимательные. Предусмотрительные. Избирательные. Подход к жизни особый, эксклюзивный. На все свои мнения, на Бога, на церковь, на соседей, окружения, начальства, подчиненных. Своеобразное мировоззрение, мышление такое особенное. Все пропускает через мясорубку. Вентилятор тоже, сито разные. Не принимает действительно съемкую, ясную и понятную. Во всем старается разобраться, доковыряться до сути. Деловит, работоспособный, подвижный, активный, юрки. Хорошая адаптация у них. Гораздо лучше, чем у 50-го года. Вот, два меркурианских года у нас в 50-м десятилетии. Отсюда это десятилетие, поэтому такое предприимчивое, материализованное, избыточно. Вот 51-й и 56-й год. Два таких года меркурианских. Иуда из Кориотского года. Тридцессеребряников. Искушения, соблазны, приключения на тему денег. Взять... А что? Какой? Через все. Вот эти все заморочки. Первого года. Взять... Взять... Высокосный год. Это поздно осень-зима. Хочетные дотомы. Наблюдательные, видящие события. И... Наблюдательность не объективных суждениях. Трудно им. Все мирно и тихо воспринимать. Они сложны в общении с близкими и потомками. Стараются от них, ребята, держаться и девчата подальше. На расстоянии докапываются до всего, до мелочей среди детей и окружения. Поэтому у них все непросто. С ними тоже непросто. Дружат долго, общаются хорошо, коммуникабельны. Во все пытаются влезть, все узнать, все осмыслить. В общем, такой интересный, яркий год. Ну, хлопотный, суетный. Время пролетает у них. Очень нестабильный. В материальном, социальном плане, если чего-то и нажили, то потом это может поменяться все. Продаться, передаваться, арендоваться. То есть все, что с финансами, арендой, документами, бумагами, цифрами, работой, расчетом. Деловые, в общем, ребята. Мало были у меня на приеме. Они сами все сами, все знают, все понимают. Живут по своей религии, по своему мировоззрению. И это, в принципе, их кредо. Я сам все сам, все понимаю и знаю. Вот так можно сказать. Контакты с молодежью, тренерские мотивации интересные. Психологи, педагоги, воспитатели хорошие. Переходили по предпринимательству многие. Служивый люд, в общем. Но гражданский в основном. Вот марсиане 50-го года, цвет красный. Там много юристов с погонами, много людей было. Закрытых учреждений, организаций работали. А 51-й он гражданский. Сугубо гражданский. Чиновничий, руководящий, исполнительский год. В этом они поднаторели. Поэтому не уважают особо погоны. Критически на все смотрят. На власть, на погоны, на действительность. Докопаться могут до чего угодно, как я говорил в начале. Цвет у них зеленый. Оттенки зеленого. Стихия. Воздух. Говорить, впитывать, внимать, слушать, понимать. Вот это их стихи. 52-й год. Высокосный, царский такой год. Зажиточный такой, я бы сказал. Последний сталинский год. Стабильности репрессивной того времени. Изобилующий год. Спокойный год. Олимпийский. Мы не участвовали. Советский Союз. Обаятельные люди. Глубокие, глубинные, с сильным духом. Сильные веры. Год Венеры. Цвет синий, голубой. Оттенки синего цвета в разные края. От светлого, самого бирюзового, голубого до глубоко синего, почти черного. Глубинные люди. Душевные, сердечные, отзывчивые, обаятельные. Они земные абсолютно. Стихия земля. Год Голгофы. Жертвенная великой любви. Любовь у них действительно жертвенная, особая. Люблю этот год, уважаю. Они очень спокойные. Хотя темперамент тоже часто зашкаливает. Но по сути, по делам, по результату. Это стабильные люди. Пользовались огромным успехом. И мужчины, и женщины. Год долгожитель. Вот у 50-го года опасных ситуаций много. Рисков только. Много. Внезапно умереть, погибнуть и так далее. У 51-го заморочек много опасных. Транспорт, коммуникации на улице, где угодно с ними может что-то случиться. А 52-й год, он домашний. Для них кредо – это безопасность, уют, тепло, комфорт, стабильность. Мягкий год. Сильные люди, энергичные, но мягкие, добрые, домашние. Любви обильные. Любовь до сих пор не потратили, не истратили. Это их юбилейный год 52-й. В этом году они переходят в такой бриллиантовый юбилей. 70-й. Поэтому желаю им 52-му году благодати, стабильности, благополучия, мира, согласия. Очень заботливый год, любит и понимает окружение, потомков, философы, мудрецы такие 52-й год. В меру щедрые, аккуратные, душевные, хорошие собеседники. Слушают, понимают, внимают, советуют. Поэтому уважаю этот очень год. Нет к ним вообще никаких претензий. Никогда не встречал плохих людей этого года. Может, мне просто повезло. Но вот делюсь своими ощущениями, мыслями и чувствами. Хороший год. Земля, строительство, усадьбы. Значит, они такие к земле привязаны, к быту, уюту, комфорту, теплу, благодати, благополучию земному. Тянутся к вере. Веропослушные, глубокие в этом смысле. Последние годы посвятят себе, познанию, чтению, информации, поглощению этой информации. Будут стараться вот таким образом жить. Мирный год. Неразрушительный. Вот последний сталинский год мирный. Потом началось, мы помним. Поэтому берегите себя. С юбилеем. Всех 52-го года поздравляю. Храни вас Бог. 53-й – это очень суровый год. Сатурна, цвет черный, траурный. Уход Сталина. Значит, символичный такой переход в новую жизнь. Мрачный год, тяжелый год. Люди тоже такие работяги. Скрытые очень, деловые, но скрытные. Свои цели всю жизнь преследовали. Самодостаточные, самостоятельные. Люди в футляре, закрытые. Два таких года у нас. 53-й – 59-й. Два года Сатурна. В десятилетии. У нас, представляете себе, какое жесткое десятилетие. Два года Марса. Вернее, простите. Два года Меркурия. 51-й. Значит, вот и 56-й. И два года Сатурна. 53-й, 59-й. То есть, это очень, 4 года из 10, это деловые очень, ребята. Земные, деловые, хозяйственные и так далее. Вот 53-й год стоический, уверенный, самоуверенный, непоколебимый. Такой основательный год. И люди этого года работящие, закрытые люди, с психикой особенной. Не любят суеты и шума. Как крепость. Каждый человек как крепость. Труженики большие. Много прожили, много пережили. Прожили испытания, лишения, трудности. Казенные работники хорошие. Чиновники, начальники, руководители. Работяг много. Практики, ремесла, умения. Вот это все их стихия. Поэтому они прочно на земле стоят. Долгожители. Вот 53-й год и 59-й. Это долгожители. Они проживут дольше всех из 50-х годов. У них все чинно, по полочкам. Детально. Поступи ровные идут, но уверенные. Не шустрые, но деловитые, так скажем. Не суетятся, не по делу. Конкретные люди знают толк во всем, понимают людей. Хорошая память. Наблюдательные, впечатлительные, внимательные. Хорошие собеседники, наставники, воспитатели тоже. Умный год очень, я бы так сказал. Если характеризовать, то это лучшая характеристика будет для них. Воля их не нравится. Они стоические. Основа культуры, воспитания. Вот то, что набрались, такими всю жизнь не будут. Практически не меняют свое мировоззрение. Патриотичные, консервативные, центричные, предсказуемые, экономные, сдержанные, скуповатые, рачительные и самодостаточные, независимые. Они легко могут жить в одиночестве. Вот 52-му году тяжело. Это домашние люди. А 53-м это бы были. Могут жить одиноко до конца дней, хоть до 100 лет. То есть они автономны, аскетичны по-своему. Могут допустить до себя только избранного человека, довериться ему и так далее. Куркули такие, как в народе говорят, сборщики. Все до сэбэ, до себя, закромавку, бышечки. Не богатый год, но зажиточный, деловой такой, зажиточный. Значит, на будущее работали, на свое, на старость и заработали. В этом плане у них все в порядке. Надежный в этом смысле год. Дружит долго, но избирательно. Очень осторожно избирательных дружб. Это совершенно такой индивидуальный год. Он более жесткий, более динамичный, чем 59-й, те еще осторожнее. Но, тем не менее, они такие знаковые люди. Если вам такой человек в жизни попался и повлиял на вашу жизнь, это навсегда. То есть, они остаются в памяти, врезаются в память надолго. Очень суровые люди. Каждое слово, каждая мысль, совет их ценен. Уважают этих людей, принимают сведения. Значит, и дружат до конца дней. Они очень в этом верные. И, как я уже сказал, долгожители. 54-й год. Великолепный год солнца. Единственный такой год в 50-х годах. Вершина. Свобода. Вот намек на свободу. Перемена власти. Перестановки в СССР. На низовом и среднем уровне. И на высшем тоже. Новая команда. Столько надежд. Первые процессы реабилитации начались в 54-м году. Первые освобожденные от сталинских усы репрессии. Очень интересный год. Солнце. Цвет желтый. Значит, если вот у 53-го черный, траур. Сталина смерть. И все во мраке были. Все думали, катастрофа. Все. Тяжелый политический был год 53-й. Мы помним события в Берлине. И другие истории нехорошие. И вокруг Кореи там тоже дела были не очень. А вот 54-й. Более такой солидный год. Очень солидные люди. С короной. С золоти. Несли себя всегда высоко, значимо. Самодостаточные тоже люди. Во всех смыслах. Лидеры настоящие. Вот за ними шли. Очень сильный год. Умеренный цвет. Золото. Желтый. Огонь стихия. Но это благородный огонь. Это не 50-й год. Значит, костра там какого-то в поле или в лесу. Это каминный огонь. Он такой респектабельный. И 54-й год. Это такой же был год. И подданный этого года. Это знаковые люди. Очень гениальные по-своему. Медлительно. Осторожные. По-своему эпатажные. Так. С подачи. Они отличались всегда от всех 50-ников. Вот этих вот суетливых. Значит, которые тискались, так сказать, пробиться куда-то там в карьере и так далее. Стали заработать быстренько-быстренько. Квартиру получить на должность какую-то. А эти шли ровно, стабильно. У них были всегда покровители. Благородные люди. Добрые, щедрые, душевные. Волевые в меру, но упрямые. К сожалению, ими манипулировали очень много и часто. Это, конечно, не очень хорошо. Он такой год доверял многим. Знаковые люди, персоны. Посмотрите, кто родился в интернете. Это можно увидеть. Очень солидный год. Люблю этот и любил этот год всегда. Помню их по 90-м. Задачи ставились высоченные, уровень высокий, вопросы умные. Ориентировались они на высокую цель всегда. Много судей, военных, прокуроров, чиновников, начальников, руководителей. Управленцев этого года, помню. В бизнесе им не особо везло. 54-й это не бизнесмены. Вот 51-й, 2-й, 3-й. Вот там полным-полно было таких товарищей. И в криминальной теме, и в свободной, значит, в законной. А 54-й это все-таки больше чиновничий, управленческий год. И они не могли спускаться на более низкий уровень. Там влачить какое-то существование. От кого-то там зависеть. Им это было неинтересно. Поэтому тут надо этот год просто любить, уважать и бережно к нему относиться. Много проблем сердечных, сердечно-сосудистая система. Холод, сырость и не страдают и бореют от этого. Очень много. Поэтому сырость и холод – это не их история. Надо беречь их от этого. Солнце, свет, кислород, забота о них, уважение, внимание. Уважительное отношение бережное. Им важно быть оцененными, воспринятыми верно. В 54-м году. Они создают атмосферу, пространство вокруг себя. Если вы от этого года зависите, уважаете, оберегаете, все. Этого достаточно, чтобы создать для них комплексные условия. Они сами способны создать. Если еще в здоровье, в относительно стабильном, то пользуйтесь этим годом, учитесь у него. Это очень хороший год, редкий год. Следующий такой только был в 65-м. То есть был 11-летний перерыв. До них был 48-й. Это Великий год, Высокосный. Я о нем как-нибудь расскажу. Потом вот 54-й и потом только 65-й. Тоже Великий год. Поэтому это особый год. Это такой последний постсталинский год, когда еще уважение было к этой фигуре. И кое-кто, значит, во власти еще был от сталинской эпохи. А потом все покатилось. Хрущевская история. Этот год добивал, значит, иерархов таких казенных, советских, чиновничьих, значит. Перевороты происходили теневые на всех уровнях, республиканских и так далее. И вот 54-й год он вложил в каждого ребенка этого года рождения особую стать, особую энергию, волю, силу. Вот такой этот замечательный год. Очень уважаю, люблю этот год. Берегите себя. Храни вас Бог. Следующее видео, следующие пятилетки, 50-х годов. Продолжение следует...